Здравствуйте! Отступление! Отступление, видите, обещало Стругацких, начало Стругацких, а сейчас хочу сказать несколько слов в сторону. Не потому, что тут как бы нечего продолжать, ой, очень и очень много есть чего продолжать. Но дело в том, что, как я уже рассказывал в одном из своих роликов, в 81-м году я уехал из Советского Союза, оказался в Израиле, где живу по сей день, и здесь, здесь в Израиле Стругацких тоже читают, читали, читают, и я уверен, будут читать люди, которым не безразлична литература, русскоязычная литература, как здесь принято говорить. И вот, приехав сюда, я попал на несколько встреч, где именно речь шла о брате Стругацких. Дело в том, что перед самым отъездом я предпринимал какие-то попытки опубликовать мною написанные вещи. Не хочу сейчас рассказывать о своем собственном творчестве, тем более как-то подвязывать к Стругацким. Нет, не это моя задача. Мне хотелось сказать несколько слов о другом, об отношении к этим писателям. На первой встрече, на которую я попал, буквально через год по приезду в Израиль, собрались люди, сопричастные фантастики. Там присутствовал Рафаэл Нудельман, который занимался фантастикой, и в соавторстве Сыриадной и Громовой даже роман они выпустили. В Институте времени идет расследование. И еще Нудельман писал фантастику, переводил. И там присутствовали другие люди, Майя Каганская, если кто-то знает такого человека, очень интересная женщина, очень умная и много интересных вещей написавшая. Но сейчас не столько о них, там еще были какие-то люди, я всех сейчас не помню. Речь зашла вот о состоянии литературы в России, это 82-й год. Ну, естественно, я тогда был тепленький, меня там пытали на предмет, а как сегодня что-то там пробивается в печать, вот как тебя. Обхаживали и потом отправили куда подальше из издательства «Молодая гвардия». Ну, конкретный случай. Не в этом дело. Речь зашла о том, и там прозвучала мысль, которую я до сих пор не разделяю. Прозвучала она вот под таким углом, дескать, в Советском Союзе сегодня. Ну, что такое социалистический реализм, вам рассказывать не буду. И поэтому всякий писатель вот должен так или иначе в это прокрустого ложа уместить себя. И если он не укладывается в рамки социалистического реалиста, то его печатать просто не будет. И поэтому, дескать, очень многие писатели, талантливые, несомненно, обратились к фантастике. То есть фантастика, научная фантастика, в Советском Союзе ненаучной не было. Так вот, обратились туда, потому что это была, ну, ниша какая-то отдушина. То есть возможность как-то все-таки говорить о каких-то волнующих людей вещах, проблемах, философствовать, рассуждать. И вроде как все-таки вписываться в эту систему. Кстати, и Станислава Лема так классифицировали. Ну, вы понимаете, что Польша это не Советский Союз, но, как шутили в те времена, так сказать, лагерь-то тот же, просто барак другой. Оно так и было на самом деле. Так вот, дескать, фантастика это эзопов язык. То есть некий способ говорить о актуальных вещах, пользуясь языком, который цензура со скрежетом, но все-таки готова пропустить, и в конце концов написанная книга имеет шанс добраться до печатного станка. Не хочу сказать, что мысль на сто процентов неверная. Кто-то так поступал. Я даже знаю каких-то людей, которые это делали. Но назвать их большими писателями не могу. А вот, когда речь зашла конкретно о Стругацких, я из глубины души возмутился и заявил, что ничего подобного. Что эти люди обратились к фантастике однюдь не потому, что это был их способ вывернуться вот из этого самого прокрустого ложа социалистического реализма и вот таким образом поговорить с читателем. Ну, примеров тут могу приводить миллион. Я потом, когда начну разбирать конкретно их произведения, обязательно буду делать на этом упор. Как они пробивали свои рукописи в печать, что с ними творила цензура, сколько там изменений заставляли делать. Так уродовали вещи, что некоторые просто умерли. То есть они вроде как остались, но это совсем не то, что было изначально написано. И я останусь при своем убеждении, сейчас видите, просто его вам преподношу, а уж вы как отнесетесь, так отнесетесь. Я с огромным интересом выслушаю ваше мнение по этому поводу. Для меня лично научная фантастика, ну, слово научное давайте к нему будем относиться с оговорками, в кавычки его возьмем фантастика, как жанр, как метод постижения, изображения мира, это литература. Она может быть хорошая, она может быть плохая, это отдельный разговор. Но воспринимать ее исключительно как изопов язык я принципиально не согласен. И я помню, что была еще одна встреча, там присутствовали другие люди, где я вот обнаглел и свои соображения озвучил. Возражений прозвучала масса, и одна дама сказала, что вот пока вот Советский Союз существует, пока существуют цензуры и прочее, вот твоих стругацких, дескать, читают. А потом, когда все это схлынет, а схлынет же когда-нибудь, и появится возможность свободно изъясняться, свободно говорить то, что люди думают, и вот, дескать, настоящий писатель, которому есть что сказать, он останется, он выживет. А вот которому нечего, который вот выкручивался, придумывал всякие изоповые выверты и прочее, он с арены уйдет. И я и сказал, что я с вами не согласен, что стругацкие могут любые произойти метаморфозы в Советском Союзе. Но, честно скажу, предвидел, что рухнет эта страна, ну это система, страна, не надо. А, честно скажу, не ожидал, что это произойдет так быстро. Тут, видите, история меня опередила. Ну, я не Кассандра, я не собираюсь предсказывать будущего, чем, кстати, и стругацкие не занимались. Так вот, я и заявил, что когда все это произойдет, настоящие писатели останутся. И вот стругацкие будут в их числе. Ну, и сегодня, как видите, сам факт, что я с вами на эту тему говорю, сам факт, что вы мне пишите письма, где просите о них рассказать, и сам факт, что их книги активно продаются и читаются и прочее, говорит о том, что вот в данном споре оказался все-таки прав я, а не вот эти люди, хорошие люди, честные, мыслящие. Я не хочу сказать, что они там какие-то подводные камни искали. Каждый высказывал свою точку зрения. Неприятным диссонансом от тех встреч осталось только одно. По поводу того, что там прозвучало, я помню, написал какую-то статью, отправил ее в журнал 22, альманах, он по сей день выходит. И сначала там были отзывы, что вот да, что вот как я решил оригинальничать, высказать что-то противоречащее мнению вот этого кворума большинства, которое там собралось, а потом поговорили-поговорили, и эту мою статью так и не напечатали. Так она и валяется где-то, я ее больше никуда не посылал. И тогда меня это несколько удивило, поскольку то, что в Советском Союзе существует цензура, это я знал, а вот то, что и в Израиле происходит в русскоязычной прессе, нечто аналогичное для меня, тогда было откровением. Но такова жизнь, приходится сталкиваться с такими вещами и с такими явлениями. Но это было, как я сказал, маленькое мое отступление, предваряющее разговор о творчестве Стругацких, к которому я приступлю прямо в следующем ролике. А сейчас давайте попрощаемся, всего хорошего, до свидания.